Черновицкая область в воде. В регионе вот уже месяц беспрерывно идут дожди. Потоками сносят мосты, подтопленные целые села. В одном из таких побывали наши журналисты. И чтобы добраться к людям, пришлось ехать вброд, да еще и на пожарной машине. Как живется по ту сторону воды, Ольга Паломарюк расскажет. Оглушающий гул воды Евгения Мельничук, жительница поселка Берегомет, услышала под вечер. Женщина живет в сотни метров от реки. Рассказывает течение, сносила все на своем пути. Выкорчевывала деревья и ломала электроопоры. Вода снесла единственный в округе деревянный мост. Полсотни домов оказались отрезанными от мира. К людям добираемся на пожарной машине, иначе здесь не проехать. 8 километров по бездорожью, и мы на месте. Местные жители в отчаянии. Говорят, дожди здесь не прекращались с начала июля. И вот в эти выходные вода в реке Сире достигла критического уровня. Если не укрепить берега, может снести дома. Укрепить русло должны были давно, еще после паводков 2008 и 2010 годов. Обещали даже вместо временного моста установить постоянный. Люди просят об этом уже седьмой год. В 2015 к работам все же приступили за полтора миллиона гривен. Разработали необходимую документацию и опоры установили. Того года мы обратились в ОКБ и сказали, что нужно для проведения тендера 10 тысяч гривен. Вот мы их, селищная рада, им перераховала. Но так и в конце года деньги нам вернули и тендер не провели. Не знаем чего. И так идет справа, идет расследование. Чтобы достроить мост, нужно как минимум 6 миллионов гривен. Столько же на укрепление берегов. Но таких денег в местном бюджете нет, уверяет поселковый голова. Обращался уже во все инстанции. По предварительным подсчетам только в Вижницком районе стихия нанесла ущерб на сумму 25 миллионов гривен. И пока чиновники ищут деньги на ликвидацию последствий, люди по ту сторону реки остаются отрезанными от мира. И просят наконец-то обратить на них внимание, пока вода не наделала еще больше беды. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область.